Здравствуйте дорогие ребята, Николай Николаевич с вами. Простите, что я так выгляжу, уставший, не выспавшийся, потому что я не сплю последние три ночи, у меня жена там в бункере сидит, у меня стримы, у меня зумы, у меня там телефонные разговоры. Вот, ребята мои, сегодня тема нашего разговора, боевая психическая травма, и если вы военный, если вы находитесь на фронте, там в том месте, где идут интенсивные боевые действия, пожалуйста, отошлите это видео командирам всех-всех-всех уровней, потому что сейчас это видео, которое я буду записывать, оно относится как раз к командирам всяких разных подразделений, потому что я напоминаю всем командирам всех уровней, что существует такая штука, которая называется боевая психическая травма, или называется combat stress reaction, которая называется острая поводенческая реакция, которая рассматривается всеми медицинскими и международными документами, как прямой результат ведения войны. Также в разных языках называется, как combat stress reaction, боевая усталость или боевой невроз. Командиры всех подразделений, помните, военнослужащий, который имеет боевую психическую травму, не способен вести никакие боевые действия. Значит, пожалуйста, если вы командир, вы должны научиться или даже, наверное, умеете, помните, боевая психическая травма очень похожа на контузию, очень похожа по своим симптомам на состояние алкогольного, наркотического опьянения или другие виды токсических яд, другие боевые повреждения, которые носят какой-то, ну, какой-то соматический какой-то характер. Значит, опыт войн всех стран, особенно Америки, показывают, что наряду с неизбежными физическими потерями бойцов обязательно будут потери ощутимые, причем потери, связанные с психологическими потерями, которые ведут либо к полной, либо к частичной потере боеспособности бойца. Соотношение потери от стресса во время боевых действий зависит от интенсивности боя. При интенсивных боях, при участии бойца в интенсивных боях в первом эшелоне, при обстрелах потери бойцов могут достигать один к одному. В низкоуровневых конфликтах при службе во втором эшелоне потери падают до 1-10 или даже меньше. Современная война, которая принесла себя непрерывная боевая деятельность и с непрерывным ожиданием высокой боевой активности, приводит к повышению боевого стресса. Уровень стресса европейской армии во время Второй мировой войны составлял 1-10 на полях Первой мировой войны, а уровень потерь личного состава американских солдат, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, составлял 28%. Дорогие командиры, помните, я напоминаю вам еще раз симптомы боевого психологической травмы. Они делятся на три вида. Номер один – это апатия, полная заторможенность, ступор. Боец может слабо или совсем не реагировать на окружающую обстановку и на ваши приказы. Боец может лечь лицом вниз, положить руки вниз, вот так вот закрыться. Он может упереться головой в бусфер, он может не участвовать в чайпите и в разговоре, или сидеть без какой-то реакции. Посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию. Это фотография классика, вот это классическое лицо солдата, который перенес, переносит прямо сейчас боевую психическую травму. Человека чуть-чуть приоткрыто лицо, этот человек сидит, не двигается. Посмотрите на глаза этого солдата. Вот это выражение глаз, когда человек на тебя смотрит, ничего не видит, не мигающие такие постоянно глаза, которые куда-то смотрят, являются классическим примером боевой психической травмы. И эта фотография, она находится во всех учебниках, во всех брошюрах, связанных с любыми боевыми действиями и связанными с ними потерями. Кроме того, что бойцы, ваши бойцы могут иметь вот эту вот заторможенность, не выполнять ваши приказы или не реагировать на ваши приказы, обращаясь к вам, пожалуйста, эти бойцы могут не реагировать на ваши приказы не потому, что они отказываются выполнять ваши приказы, или показывают вам предебрежение вами. Это симптомы боевой психической травмы. Кроме ступора, кроме отказа выполнять приказы, один из симптомов боевой психической травмы является наоборот высокая двигательная речевая активность. Если в твоем подразделении ты видишь бойца, который бегает за чайком, туда-сюда, там дрова рубит, вот такой вот активист вдруг появился, который бегает, там всем чай раздает, очень смеется там на какие-то шутки непонятные. Пожалуйста, относись к этому человеку не как к наркоману, не как к человеку, который находится под воздействием каких-то наркотических или алкогольных средств. Люди, которые находятся в состоянии повышенной двигательной речевой активности, они могут бегать по территории части, они могут бегать по территории того места, где вы несете службу. Солдат может бежать в сторону врага. Не расстреливайте этих солдат, они не дезертиры. Старайтесь их ловить, вязать, возвращать обратно. Солдат может покидать дислокацию, потом возвращаться, нести такой словесный понос такой, нести. Пожалуйста, эти солдаты не дезертиры. В тяжелых случаях у бойцов может возникать очень странные такие симптомы, например, слепота. Они могут глохнуть, у них могут не иметь одна рука. Я был свидетелем, когда у человека онемела грудь, левая грудь онемела, и там можно было ее колоть. У человека могут вдруг проявляться симптомы паркисоновой болезни. У человека начинают вдруг дрожать руки, нарушение зрения, речи, координации движения. Относитесь к этим солдатам уважительно. Это не симуляция, это не симуляция благодаря дезертирству, это проявление боевой психической травмы. И являются временными реакциями на травматический стресс под боевыми действиями. И кумулятивный стресс от пребывания под ожиданием прилетов. Обязательно помните, помните об этом, ребята. Значит, что командиры, что мы делаем во время интенсивных боевых действий? Мы находимся очень близко к бойцам. Мы делаем обходы бойцов каждые несколько часов. Командиры, делайте обходы, заставляйте своих солдат выполнять очень тупые действия. Сел, отжался, антыка сел, значит, там, присел пять раз. А ну-ка громко прочитал вот этот вот анекдот, пусть он тупой. Смотрите, как солдаты реагируют на ваши приказы. Если солдат тупит, не понимает, ему нужно пять-семь раз объяснить, что ты хочешь. Это подозрительный солдат на боевая психическая травма. Если солдат, наоборот, когда ты ему сказал, пятерочку, мне отожмись, он начинает там отжиматься 150 раз. Или там рассказывают во время этого, что я там раньше отжимался. Чпунь, будьте очень-очень серьезно относитесь к этим, ребятам. Второе. Как только в твоем подразделении есть солдат, который у тебя под подозрением, ты должен выделить ему время на передышку. Если ты не принимаешь это решение, пожалуйста, вызови санитара, вызови военного фельдшера. Если есть военный психолог, должен кто-то принимать решение. Этого бойца нужно тихонечко, быстро, с уважением отправлять во второй эшелон, не с полей боевых действий. И не накапливайте, вот еще очень важно, не накапливайте этих бойцов. Потому что в больших подразделениях, которые находятся на первом эшелоне, которые постоянно находятся под обстрелами, таких бойцов может быть несколько в течение суток. Не накапливайте этих бойцов. Давай подождем еще три дня, там еще к Сереже, Вася, а потом их вместе отправим во второй эшелон. Нет, вместе будите санитаров, пусть они поспят потом днем. Все, с санитаром отправляйте бойцов во второй эшелон. Дайте бойцу восстановить, отдохнуться, восстановиться. Медики, слушайте меня внимательно. Как только к тебе приходит боец во второй эшелон с подозрением на боевую психическую травму, обеспечьте бойцу медикаментозный сон. Пофиг какой. Если есть снотворное, дайте снотворное. Если нет снотворного, дайте морфин. Пусть, короче, спит в морфинном сне. Если нет ни того, ни другого, поите спиртом, вырубите человека, потому что и в период активности двигательной, и в период ступора эти бойцы очень-очень-очень плохо спят. Как только у тебя боец выспался, как только он повалялся, сколько там часов, пришел себя в порядок, приди, начни с ним разговаривать, обсуди опыт с ним. Дай ему возможность вспомнить, что за опыт, что там случилось, что у тебя привело вот к этой вот реакции. Не смейся, относись к уважительно даже к совершенно, казалось бы, глупым военным событиям, потому что есть такие вещи, которые вызывают у человека стрессы, которые нам очень тяжело понимать и очень тяжело давать какие-то оценки. Не оценивайте, постоянно говорите бойцу, что это война, что такая реакция нормальная. Говорите ему какие-то глупости, придумывайте, какие-то, а, я знаю, там, у того такое было, так вообще там, вообще-вообще. Постоянно говорите, что это временное, постоянно говорите бойцу, что он выздоровеет. Вот, напоминаю вам, что первое описание боевой психической травмы описывает еще Гиппократ в Спарте, когда один из спартанцев после очень серьезной какой-то драки ослеп, и никто не знал, почему он ослеп, его лично осматривал Гиппократ, так ничего и нашел. Но после морфиного сна эта слепота у бойца прошла. Все, реакция, говорите ему, что это нормальная реакция, что он выздоровеет. Бойца, который выспался, с которым ты поговорил, которого ты убедил, что ничего плохого с ним не происходит, что он не предатель, что он не чмошник, отправляйте на реабилитацию. Во втором эшелоне он чистит картошку, он занимается загрузкой, погрузкой, чисткой, уборкой, там чем угодно занимается. И по вечерам бойца наблюдаем на сборах, на чаепитиях, как он реагирует на шутки, как он реагирует на какие-то вещи, которые, я надеюсь, у вас подготовлены, потому что если вы медик, у вас, конечно же, есть NYD инструкции, или если вы с той стороны, у вас есть тоже инструкции, как проводить все там чаепития и смотреть на реакцию бойцов. Как только видите, что боец адекватно реагирует на то, что происходит и пришел в себя, дайте ему еще сутки побыть во втором эшелоне. В это время пусть бойцы, пусть его сослуживцы, самопобратимые бойцы звонят ему, поддерживают, говорят, что мы тебя ждем, пусть командир ждет, и дайте возможность солдату сутки хотеть, сутки очень-очень хотеть вернуться обратно на передовую к себе. И если соматические симптомы, такие как глухота, слепота, онемение ноги или руки, не проходит, оставляйте бойца еще на несколько дней. Если это не проходит, то этого бойца нужно эвакуировать. Еще раз, дорогие командиры, всех подразделений, я еще раз напоминаю, умоляю, прошу, напоминаю вам, что во время боевых действий обязательно в вашем подразделении будет боец с combat stress reaction или с боевой психической травмой. Пожалуйста, посмотрите внимательно на лицо вот этого бойца. Эта фотография находится во всех медицинских книгах, посвященных не боевым потерям, психическим потерям во время боевых действий. Это типичное лицо бойца, который находится в ступоре combat stress reaction. У него чуть-чуть приоткрытое лицо, чуть-чуть приоткрытый рот, но при этом он дышит через нос. У него вот такие вот глаза, вот эти вот глаза являются классикой боевой психической травмы. Это глаза, которые смотрят через тебя, они ни на что не концентрируются. Вот эти вот такие остекленевшие глаза. И этот боец не реагирует должным образом на то, что происходит. И еще раз я умоляю вас, командиры всех подразделений, если солдат на передовой не выполняет твои приказы, это не значит, что он отказывается выполнять твои приказы. Пожалуйста, не расстреливайте их. Если ты видишь, что боец находится слишком активно, если он бежит в сторону противника или пытается покинуть территорию, которую вы занимаете, этот человек не дезертир. Если человек говорит, что он ослеп, или он оглох, или у него там отнялась какая-то нога, это не симулянт. Немедленно вызывайте санитара. Пожалуйста, не применяйте физическое насилие к этим солдатам. Пожалуйста, не гнобите этих солдат. Относитесь к ним уважительно. Помните, что это временная потеря боеспособности. Я надеюсь на вас, я надеюсь на то, что вы будете уважительно относиться к одной из составляющей войны, а именно к боевой психической травме. Всем мира! Мир вашему дому!